Возвращение благ цивилизации. Сегодня корреспонденты решили вернуться к прошлым темам выпусков рубрики «Срок ответа сегодня» и выяснить, сдержали ли свое обещание коммунальщики. Адреса проверки – дом 39 по проспекту Дзержинского и пятый дом по улице Кирова. На Дзержинского 39 возобновили электроснабжение. Напомним, 3 марта в трех квартирах дома отключили свет за неуплату. Мы сами виноваты, мы девушку не платим, мы квартиру сейчас снимаем. Задолженность у людей накопилась немаленькая – от 30 до 200 тысяч рублей. Поэтому свет отключили на законных основаниях, рассказали нам тогда в ЦСЖ стимул. Ситуация разрешилась частично. На данный момент собственники квартир договорились с коммунальщиками выплачивать долг в рассрочку. Но не все жители оказались добросовестными. Хозяин квартиры, который задолжал 140 тысяч, нашел свое решение проблемы и незаконно подключился к внутридомовым сетям. В планах ЦСЖ стимул – обратиться в суд. На улице Кирова 5 несколько недель не работал слив. Канализационные трубы просто перемерзли, рассказывали жители. Беру ведро, иду вниз на первый этаж, в туалет, выливаю воду. Очень тяжело идти вот так. Мне первое ведро, мне удобно наносить эту воду. Стоять, в туалет выливаю, в туалете тоже холодно. С двумя детьми это тяжело сделать, потому что я в основном одна дома с ними, поэтому я не могу не выйти никуда. И вот когда муж дома, тогда только вот за водой сходить. Стирать я езжу к брату, ну как бы вообще никаких условий нет. Не в туалет сходить, не помыться. Мы мы съездим туда, и платить за что платим, вообще непонятно. На момент визита съемочной группы причина неполадки была известна, но дело с мертвой точки долго не двигалось. В УЖКХ города нам сообщили, что сейчас система водоотведения, наконец, восстановлена, и больше жителей претензий не имеют.